Здравствуйте, это канал газеты Рязанские ведомости и Дмитрий Соколов с обзором событий недели. Депутаты денно и нощно пекутся о народосбережении. В Госдуме новая законодательная инициатива разрешить гражданам работать дистанционно при выпадении большого количества осадков. О ней, конечно, тут же забудут, но осадочек остался. На государственном уровне словно признают бессилие большинства регионов справляться со снегом, гололедом, а может даже и опавшими листьями. Комментаторы уже резвятся в соцсетях, дворники, мол, давно перешли на удаленку, не дожидаясь принятия закона. А может малочисленных представителей этого профессионального сообщества просто засыпало снегом, поэтому мы их и не видим. В Рязани объявили тендеры на уборку тротуаров и дорог во всех районах города, выделив из бюджета дополнительно 3 миллиона рублей. А граждане продолжают выкладывать в соцсетях фотографии травмпунктов, заполненных страждущими. При виде этих снимков и личном посещении лечебных учреждений думаешь больше не о трудностях уборки города, а обеспеченности нашего здравоохранения кадрами. И властям, и пациентам давно понятно, что устарели сами нормативы обеспеченности врачами. Нужно строить новые поликлиники, вводить новые ставки, то есть наполнять реальным содержанием такое понятие, как социальное государство. Социальное значит для людей, когда более важными становятся не абстрактные показатели ВВП и роста промышленного производства, а степень удовлетворенности к качествам жизни конкретного Иванова, Петрова и Сидорова. Кое-какие усилия для этого, впрочем, предпринимаются, в том числе в отношении медицинских кадров. До днях глава государства объявил, что с 1 марта вводятся существенные доплаты для медицинских специалистов, работающих в сельской местности, райцентрах и небольших городах. В городах с населением до 100 тысяч человек врачи будут ежемесячно, помимо заработной платы, получать плюсом 29 тысяч рублей, а в городах с населением менее 50 тысяч эти выплаты составят 50 тысяч рублей. В Рязанской области к таким городам, где проживает менее 50 тысяч, относятся Скопин, Сасов и Касимов. Поможет ли эта мера ликвидировать дефицит специалистов? Порадуемся на своем веку, что наша медицина становится все более технологичной. В ходе своего отчета перед депутатами Павел Малков рассказал, что скоро у нас в БСМП появится робот для проведения операции, о чем раньше и мечтать не могли. А диагностика инфаркта теперь занимает считанные минуты, благодаря применению нового аппарата, отчего смертность от инфаркта за год снизилась более чем на 8%. Правда, губернатор не забыл отметить и тот факт, что успехи видны далеко не всем пациентам, а в целом наша медицина, по его словам, нуждается в лечении. Событием недели стал приезд в Рязань Никиты Михалкова со спектаклем по мотивам известного фильма «12», где режиссер сыграл роль председателя суда присяжных, рассматривающего дело об убийстве чеченским мальчиком своего приемного отца. Никита Сергеевич встретился с Павлом Малковым и за чашкой чая пообщался с деятелями культуры, руководителями областных театров и ведущими артистами. Остался доволен рязанскими зрителями, о чем не применил сообщить губернатору. В зале, по его словам, стояла та самая тишина, которую так ценит режиссер, ощущает ее во время спектакля и говорит, что ее невозможно подделать, в отличие от смеха. Но и спектакль, прямо скажем, не комедийный. Он о том, как милосердие помогает встретиться с самим собой, настоящим. Зрители на постановку буквально ломились и готовы были платить немалые деньги за билет в партере, чтобы видеть лица артистов Михалкова, Бурляева и других крупным планом. На соседнем ряду сидела уполномоченный по правам человека Наталья Епихина. Перебросившись с омбудсменом пару и фраз, я узнал, что обвиняемые судам присяжных доверяются больше и больше. Вот только сами присяжные нередко игнорируют свою миссию и судов с их участием приходится ждать долго. Действительно, как показывает статистика, растет как количество уголовных дел, рассмотренных судами присяжных, так и количество вынесенных ими оправдательных приговоров. Поскольку цифра 12 отсылала библейским апостолам, сплотившимся вокруг истины, а высказывания героев пьесы Михалкова затрагивали такие же вытрепещущие темы, что я ловил себя на мысли, что присутствую на какой-то тайной вечере, где сейчас прозвучит сакральное послание. По особой сгустившейся тишине было видно, что зрителей не оставила равнодушной, например, такая фраза председателя суда присяжных – «потрындели, бухнули, покурили, и все, никому ни до чего нет дела». В этот миг, наверное, каждый вспоминал свои горькие личные истории, когда людское безразличие делалось невыносимым и готово было раздавить. В конце все испытали катарсис. Когда актеры вышли на поклон и бросили в зал свои бейсболки с логотипом «12», публика выдохнула и разразилась аплодисментами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!